Убийство Влада Листьева Почему не удалось выйти даже на след убийц, не говоря уже о организаторах или заказчиках, как Кремль может быть причастен к этому делу, и почему смерть Листьева стала началом конца свободы слова в России. Вот вам исторические факты. Громкое убийство 90-х. 1 марта 95-го, поздний вечер, по этой дороге Листьев идет домой. Там было очень много версий. Бандитские разборки, перераспределение рынка рекламы и даже след спецслужб. Было много звонков, угроз. Кто стоит за смертью телеведущего Владислава Листьева? Именно поэтому Березовский был так напуган известием об гибели Влада Листьева. Кому было выгодно, чтобы дело Листьева не расследовали по-настоящему? Ну вот ты с ума сошел. Тебя хлопнут, как бабочку. Добрый вечер. Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Москва. Старый квартал на Новокузнецкой улице. 1 марта 95-го. Поздний вечер. По этой дороге Листьев идет домой. Заходит в дом номер 30, где жила его семья. Все мысли вокруг эфира программы «Час пик», которую он только что провел и которая станет последней. В подъезде раздаются несколько выстрелов. Две пули в тело и в голову. Жена Листьева Альбина в это время была дома. Слышала какие-то хлопки. Я думала, что это наверху. Наверху жила семья, не очень придерживающая нормы общежития. Там иногда подойдет мебель. Известный телеведущий умирает на лестнице. Там было очень много версий. Сначала, когда стала следственная группа углубляться в эту тему по убийству Листьева, то вначале была, конечно, версия профессионального его действия. Конец 80-х. В Советском Союзе перестройка и гласность. На центральном телевидении журналисты в прямом эфире озвучивают то, о чем недавно говорили только шепотом на кухне. Но что делать? Мы растем, мы учимся и будем учитывать все замечания, критику, которая была высказана в наш адрес. Программа «Взгляд» была одним из первых веяний демократии. В эфире звучат даже имена топ-коррупционеров из рядов КПСС. Честно говоря, у меня были иллюзии, что это одна такая команда, которая делает большое революционное дело. Бывший журналист и ведущий программы «Взгляд» Евгений Додорев вспоминает, уже тогда у Листьева стали появляться недоброжелатели. Я с удивлением узнал, что все тогда уже на том этапе завидовали Владу. Его любили все. «Взгляд» становится едва ли не самой главной общественно-политической программой СССР. Специфический формат, острые мысли, современная молодежная музыка. Как, например, полузапрещенный тогда Виктор Цой в прямом эфире «Взгляда». Я считаю, что, во-первых, у нас государство занимается спекуляцией в особо крупных масштабах. Через год Цой погибнет при странных обстоятельствах. Может, и Листьев перешел кому-то дорогу? Компания на виду. Компания занимает очень прочное место. Черт его знает. Это ж можно кому-то не угодить очень сильно. В последствии к политике прибавились деньги. Не секрет, тогда на телевидении появились безумные доходы от рекламы. Листьев, как и остальные основные ведущие, был акционером телекомпании «Вид». Да, я не бедный человек, естественно. Добрый вечер, телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». 90-й год. Первый эфир «Поле чудес». Как окажется, идею программы одолжили. Просто по телевизору увидели «Wills of Fortune», лицензионную передачу, которая шла в том числе и на французском телевидении. И они сказали, ну как интересно. Этот первый барабан Листьев делал сам. Уже первоначальная прибыль превзойдет все ожидания. К тому же в страну начинают поступать разные товары, которым нужна реклама. Деньги текли рекой. В тот момент Владислав Листьев уже генеральный директор ОРТ. Куплю жене сапоги. Стоимость рекламы начинает расти. Поскольку правил по сути нет, то на Останкино заносят невероятные откаты. Такса за одно появление политика в эфире составляет от 50 до 100 тысяч долларов. Минута рекламы товара не намного дешевле. Листьев пытается привести все в цивилизованные рамки. Реклама там 12 тысяч долларов за минуту в то время. Понимаете, сегодня это сотни тысяч уже. Но по тем временам это большие деньги. Друг Владислава Листьева уверен, что знает, кто заказал убийство. Сейчас не называю, потому что сейчас в эфир пойдет, эти люди побегут в суд. Он убежден, что убийство произошло из-за рекламы. Во время их последней встречи Листьев рассказал Новикову, что решил упорядочить ее на ОРТ. И Листьев мне начал рассказывать о том, что какие-то угрозы ему поступают. Ну и говорит, вот тут ко мне Лисовский приходит сам, просит рекламное время. В то время Сергей Лисовский – директор крупнейшей рекламной компании России. Именно через нее и шла вся реклама на ОРТ. Я сказал, что аннулирую. Я говорю, ты так сказал всем? Он говорит, да, я всем так сказал. Я говорю, они теперь у тебя, я говорю, сами ходят? Лично вот те, которые, он говорит, да, они теперь у меня сами. И он так похвастался мне, они говорят сами. Я говорю, ты с ума сошел? У тебя хлопнут, как бабочку. 20 февраля 95-го года Листьев неожиданно объявил временный мораторий на рекламу в эфире ОРТ. Через 10 дней его убили. В последние дни перед смертью, вспоминая друзья, Листьева что-то очень беспокоило. Огульно боятся того, что убьют. Вот как-то страх прошел, был какое-то время на взгляде, потому что было много звонков, угроз. 1 марта 95-го Владислав Листьев направляется к подъезду, заходит внутрь. Возможно, Листьев не обратил внимания на то, что кто-то следовал сзади, а тем временем навстречу с верхних этажей уже идет второй киллер. Возможно, Листьев машинально прикрывается рукой. Первая пуля попала в плечо. Телеведущий бежит вниз, но там его поджидает второй киллер. Выстрел в затылок. Элитное Ваганьковское кладбище Москвы. Его похороны собирают многотысячную процессию. Один из любимых журналистов и телеведущих – жены тогдашнего президента Бориса Ельцин. Ельцин моментально собрал совещание в Кремле. Но это не помогло. Борис Ельцин фактически признает свое бессилие. Я сломяю голову перед вами как один из виновников тех руководителей, которые недостаточно приняли мер для борьбы. В версии с рекламой есть нюанс. Это было коллегиальное решение, которое он как генеральный продюсер просто озвучил. Но решение это принимал Березовский. Российский олигарх Борис Березовский и на тот момент главный акционер ОРТ. Именно к нему ходил Листьев перед своей смертью. Он понимал, что от его имени и за его спиной делаются какие-то финансовые дела. Он хотел быть как минимум в курсе этих дел. И буквально за несколько дней до этой трагической даты своей гибели он ходил в лаговаз к Березовскому вместе с Альбиной Назимовой и своей женой выяснять именно этот вопрос. По одной из версий Листьев требовал объяснений и якобы угрожал отдать все рекламные доходы государству. Возможно, это была последняя капля и олигарх решил вывести наглого менеджера из игры. Но есть и другие версии. Одна из них – Листьева убрали Солнцевские, потерявшие из-за моратория на рекламу большие деньги. В то время в матросской тишине сидел известный киллер Александр Солоник. В деле об убийстве Листьева допросили даже его. Они спрашивали у него, а кто мог это сделать? Ты же общаешься со своими коллегами. Он им, конечно, ничего не сказал, а мне он сказал так, что... Ну, те исполнители, которые это сделали, их уже нет в живых. Все время Листьев ходил без охраны, ездил за рулем собственного авто. Он просто не мог поверить, что его могут убить. Хотя за несколько дней до гибели не исключал этого. Это наше такое советское, как со всеми акционерами МММ, с кем угодно может случиться, только не со мной. Ну, это с кем-то должно случиться, но со мной этого никогда не произойдет. Черт его знает. Но вот на фоне того, что происходит вообще, какой-то внутренний такой холодок появляется. Расследование так и не дало результатов. Ни исполнителей, ни заказчика убийства Влада Листьева почти за три десятка лет так и не нашли. Скорее всего, потому что нити тянулись на самое верха. Ведь ОРТ, которым руководил Листьев, был не только золотой курицей, где зарабатывали состояние на рекламе. Телеканал был тем самым информационным оружием, с помощью которого Кремль планировал решать свои задачи. Независимый и несговорчивый гендиректор в этот план не вписывался. 1 марта 95-го формально станет началом конца свободы слова в России. Ведь после громкого убийства Влада Листьева начнется настоящая охота на окулпера. За три десятка лет в России погибнет более 300 журналистов. Большинство из них при Путине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова